Здравствуйте! В эфире ПСИнформ. Это новый информационный проект круглосуточного телеканала ПС. Только у нас самые обсуждаемые темы, последние новости региона, медийные лица, политики, чиновники, общественные деятели, ученые в прямом эфире телеканала ПС. Мы работаем в режиме реального времени. Телефон прямого эфира 639-717. Звоните, делитесь своими новостями. И не забывайте, что нас можно смотреть не только в кабельной сети АТК, но и в интернете из любой точки мира на странице телеканала ПС, портал правдосевера.ру. День российской печати для Архангельской области стал не только праздником, но и темой для острых дискуссий, вышедших за пределы региона. Одна из них, которая обсуждается до сих пор, взаимодействие губернатора и депутатов Госдумы. Во время пресс-конференции 13 января губернатора Архангельской области Игоря Орлова журналисты попросили дать оценку работы представителей Архангельской области в Совете Федерации, а также в Госдуме. Относительно депутатов Госдумы руководитель региона был категоричен. Он сказал, цитирую, «сегодня у меня партнеров в Госдуме нет». Как к такому заявлению отнеслись сами депутаты, смотрим материал Виктора Кузнецова. Подобные заявления из уст главы региона уже звучали на встрече Ассоциации общественных организаций за развитие Архангельской области. В последний раз Игорь Орлов озвучил свою позицию по депутатскому корпусу в Госдуме от Архангельской области на пресс-конференции с журналистами в День печати. Сегодня у меня партнеров в Государственной Думе нет. Я это говорю достаточно откровенно, потому что все мои попытки собирать депутатов Государственной Думы с просьбой у нас отношения, я их дважды собирал. Сегодня я вижу, что они вспоминают об Архангельской области тогда, когда нужно сказать мне плохо. А что сделано для того, чтобы у нас социальные условия для Севера, для Архангельской территории были чуть лучше, чуть комфортнее для людей? Спросите вы. Я, например, ни одного ответа за этот вопрос не знаю. Громче и оперативнее всех ответила на слова губернатора публично через газету «Правда Севера» депутат Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова. Я в полном недоумении по поводу высказываний Игоря Анатольевича. Как могут помогать депутаты Госдумы области? Если депутату сообщили, что область будет участвовать в какой-то из федеральных программ, причем сообщили еще на уровне намерения участвовать в программе, если депутата попросили узнать, какие вопросы надо выяснить в министерстве, то он сможет быть полезен исполнительной власти. Так вот, когда губернатора назначили, он собрал нас, депутатов Госдумы, и попросил ни в коем случае не вмешиваться в финансовые вопросы области без согласования с ним. Это была его личная просьба. Он сказал, что наше вмешательство может привести к тому, что область получит меньше денег. Я предлагала Игорю Анатольевичу прикрепить нас к профильным министерствам с учетом того, в каких комитетах мы работаем. Было одно совещание в овальном зале, где присутствовали все министры, их замы и депутаты Госдумы. Тогда и было заявлено о намерении сотрудничать, но на этом все и закончилось. Любой из наших депутатов был бы рад получать полную информацию, сотрудничать и быть полезным региону. Потому что на данный момент мы, как можем, так и стараемся для Архангельской области. Своё видение ситуации обозначила наша редакция через письменный ответ и депутат Государственной Думы от «Единой России» Елена Вторыгина. Я как депутат использую различные формы для взаимодействия с властями различных уровней для защиты законных прав граждан. Также мной налажено взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области через возможность задать вопрос в рамках правительственного часа и обозначить наиболее актуальные вопросы для Архангельской области. На имя губернатора направляется письмо с графиком проведения правительственного часа на сессии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. И региональные власти активно пользуются этой возможностью. В дальнейшем полученные ответы и разъяснения направляются в правительство области. Также по итогам моих рабочих поездок по районам и встреч с людьми я направляю в адрес губернатора подробную записку о наиболее волнующих вопросах людей, находящихся в компетенции органа исполнительной власти субъекта. К слову сказать, на протяжении всех лет мной издается отчет о моей работе, с которым можно ознакомиться в том числе и в электронном виде. Я работаю и готова конструктивно работать на благо жителей Архангельской области. Обе стороны в полемике ссылались на успешный опыт взаимодействия исполнительной и законодательной властей других регионов, в частности руководства Республики Татарстан. Будет ли он использован? И кто должен первым сделать шаг навстречу? Эти вопросы пока остаются без ответа. Полемика развернулась в преддверии выборов в главный законодательный орган страны, который, как известно, состоится в сентябре этого года. Кто из нынешних народных избранников останется, и в следующем составе Госдумы сегодня сказать трудно, хотя предположить возможно. Ну что ж, друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире, в эфире ПС-Информ. Телефон студии 639-717. Я сегодня представляю нашего гостя, эксперт в нашей студии, политолог Вадим Трескин. Сегодня на повестке дня политика и выборы в Государственную Думу. Вадим, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот такой вопрос, прям сразу. Кто, на ваш взгляд, может претендовать в нашем регионе, в Государственную Думу, в эту предвыборную кампанию? Ну, я думаю, что, по крайней мере, двух прекрасных представителей мы уже видели. Это действующие депутаты Государственной Думы, избиравшиеся по одномодатным округам и по партийным спискам. Я думаю, что можно посмотреть на состав участников на выборы губернатора, причем как те, кто дошел до избирательного бюллетеня, так и те, кто заявлялся на этапе подготовки. Ну и также можно посмотреть, я думаю, что список тех претендентов, которые претендовали, будут претендовать на выборы глав муниципальных образований. Правда, теперь это не выборы, а их определение, такой конкурсный отбор. Я думаю, что многие из их участников участвовали там для того, чтобы попробовать свои силы с прицелом на выборы Государственной Думы. Ну вот губернатор Игорь Орлов недоволен качеством взаимодействия с Госдумой и так прямо и сказал, в Госдуме у меня партнеров нет. Вот на ваш взгляд, с чего вдруг вспыхнула эта дискуссия? Ну, я думаю, что дискуссия на самом деле не так длится достаточно давно. Значит, с осени уже активные отклики на нее, на данную ситуацию. Я думаю, что это связано с тем, что депутаты Государственной Думы и Государственная Дума воспринимаются как приводной ремень органов исполнительной власти. Что не есть на самом деле так. То есть еще древние придумали разделение властей. Значит, исполнительная власть исполняет, а депутаты, собственно говоря, продумывают бюджет, формируют его, учитывая, естественно, мнение различных участников. Но и не нужно забывать, что и должны контролировать его исполнение. Вот когда депутаты с такими функциями пытались обращаться к органам исполнительной власти, это и вызывало определенный напряг и определенное раздражение и непонимание. Одних и других функционал. То есть каждый исполняет свою функцию. Объясняется, что это разные стороны одной медали. Каждый выполняет свою роль. Нужно учиться играть в спектакле именно таким образом, а не претендовать на роль главного. Интересно. В таком случае, а как вы относитесь к позиции Ольги Епифановой, депутата Госдумы, которая в отсутствии должного сотрудничества обвиняет самого губернатора области? Ну вот, предыдущие слова, они примерно о том же и говорят. О том, что депутаты Госдумы как раз пытались обращаться со своими предложениями по участию в такого рода программах. Ну, в тех ссылках, в тех описаниях самой ситуации можно как раз многое найти из того политического режима, который действует в десятые годы 21-21 века. Вот мы видим здесь неумение, не понимание взаимодействовать с органами законодательными. Причем не только региональными, но и федеральными. И нужно понимать, что у федеральных депутатов есть свои задачи. То есть они отвечают за как раз формирование федерального бюджета и по включению программ региона туда. То есть они отвечают за законодательные инициативы. И понятно, что они не могут полностью соответствовать ожиданиям исполнительной власти. То есть каждый делает свою работу. И когда они не видят партнерства в таком взаимодействии, появляются такие искры. А как тогда, на ваш взгляд, каким должен быть механизм работы депутатов Госдумы нашего региона с муниципалитетами, с исполнительной властью? — Я думаю, что то, что мы сейчас будем говорить, это уже дело во многом прошедшее. Потому что на протяжении последних 10 лет у нас был профицитный бюджет. Главная задача была учесть все потребности, их осметить, их прописать в документах, включить в программы. То есть здесь необходима была определенная технология работы. Когда и депутаты, и органы исполнительной власти работают в единой команде, опирают, ставят маячки, что они хотят, чего они хотят добиться, и контролируют, чтобы необходимая строчка в бюджете оказалась в таком виде. Я думаю, что в последний год действующей шестой Государственной Думы и, самое главное, новой Думе придется заниматься немножко по-другому. Им нужно будет не просто вписывать строки в бюджет, но и наблюдать за тем, чтобы данная строка в бюджете исполнялась. Поскольку бюджет будет достаточно живым, он будет увеличиваться, уменьшаться, и нужно будет достаточно оперативно и быстро реагировать на такого рода вызовы, здесь потребуется еще более тесная привязка, еще более командная работа для работы на благо региона. На данный момент губернатор Игорь Орлов меняет команду, политическую и управленческую элиту. На Ваш взгляд, этот процесс успешен? Я бы сказал, что он в определенной степени затянулся. В рейтинге влиятельности персонала Англииской области, мы, например, сделали небольшой перерыв, практически квартал его не проводили, поскольку не были уверены в том, что оглашен окончательный список участников. Причем осенью говорилось о том, что мы не узнаем управленческую команду. Но вот сейчас мы видим, что изменений произошло не так много. И самое главное, что управленческая команда сформирована не до конца. На указанной встрече с журналистами как раз говорилось, в том числе и о причинах, почему практически порядка пяти мест, достаточно высоко поставленных, до сих пор не заняты. Но это можно говорить о том, что какая-то определенная проблема в формировании управленческой команды есть. Ну и есть второй вопрос, который здесь поднимается, то, что само по себе принятие управленческих решений стало более длительным. То есть слишком много ступенек проходит управленческое решение от первого лица до конечного исполнителя. Ну, я говорю про органы исполнительной власти. Вадим, спасибо за ваш комментарий. Мы с вами еще продолжим наш разговор. А сейчас я предлагаю обратиться к результатам Агентства политических и экономических коммуникаций и Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. На страницах агентства опубликован третий рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Лидером рейтинга стал Татарстан, который занимал первое место и в самом первом рейтинге. Прежний лидер Белгородской области оказалась на третьем месте, а второе место заняла на этот раз Тюменская область. Она была седьмой в прошлом рейтинге. Слабые результаты продолжают демонстрировать Карелия и Бурятия. Результаты нашего региона улучшились. 73 место вместо 82. И в итоге наш регион по эффективности управления показал лучшие результаты среди аутсайдеров. Вот такие данные опубликованы. Наш регион назван лучшим среди аутсайдеров. А как вы вообще сами относитесь к этим данным? Ну, данный рейтинг в числе пяти наиболее, наверное, адекватных. В его проведении, что я считаю, позитивным фактом, участвуют не только федеральные эксперты, но и региональные. Их 213. Из них больше 150 это как раз региональные эксперты. Не все оценивали всех губернаторов, а эксперты оценивали тех губернаторов, которые они знают. Ну, вот наш субъект интересен как раз тем, что мы можем оценивать двух губернаторов. У нас есть губернаторы Ахангельской области, у губернатора Неницкого округа. Ну, и вот тот факт, что мы имеем двух губернаторов, один из которых на 17 месте сначала, другой на 13 месте с конца, говорит о том, что регионы разные. Позитивный позитив, наверное, заключается в том, что больше чем на 10 пунктов повысился показатель Архангельской области, то есть губернатором которой является Игорь Орлов. Мы смотрели на основные показатели, которые позволили такой шаг сделать. Он в основном касается улучшения ситуации с бюджетом. Тем, что долг Архангельской области был реструктуризирован и за счет этого уменьшен. В шестом десятке за счет этого Архангельской области оказалось. А как раз по политическим факторам Архангельская область все-таки ближе к концу. Это то, что не позволило более высокие показатели в этом рейтинге Архангельской области достичь. Но среди регионов это, наверное, один из таких серьезных шагов. То есть на 10 пунктов не больше пяти регионов, которые сделали это в третьем выпуске рейтинга по сравнению со вторым. Совсем неплохо, да? Да, это хороший результат. Скажите, если вкратце совсем немного, как составляются подобные рейтинги? Каким образом? Кто участвует? Рейтинг комплексный. Его организаторами выступают Высшие школы экономики и Агентство политических и экономических коммуникаций. Они основываются на данных официальной статистики. То есть берут данные госстатистики, таможни, и других органов государственных власти и учета, которые присутствуют. Так или иначе, Минфина, Центробанка оценивают их, сравнивают друг с другом, добавляют к этому математические модели, которые позволяют привести это на душу населения, поскольку часть показателей в натуре. То есть нужно их перевести на тысячи населений, либо на определенное количество людей. И второй большой фактор – это экспертная оценка. Оценку делают как федеральные эксперты, так и региональные эксперты. За счет такой взвешенности, я считаю, что это один из наиболее хороших рейтингов, тем более, что достаточно хорошие специалисты работали над ним, политические географы, люди, которые много ездят по регионам. Это не такой не схоластический рейтинг, просто цифровой. За каждой цифрой люди понимают, какой субъект стоит за той или другой цифрой. Все достоверно, да? Да. Вадим, тогда мы немножко подытожим уже наш разговор. Вы как политолог, как социолог, с учетом разгорающейся дискуссии, о которой мы уже раньше говорили, какие действия бы порекомендовали нашему губернатору? Ну, если говорить про рейтинги, то рейтинги являются измерителями. Они, собственно говоря, показывают курс, по которому регион должен двигаться. Практика показывает, что ситуация более-менее нормализовалась как раз в экономической сфере. То есть здесь наведен порядок. Я не скажу, что здесь все достигло своего улучшения. Наведен порядок. Особое внимание, конечно, необходимо навести, учитывая, что 2016 год – это год политический. Это ситуация с тем, чтобы можно было слышать разные политические и общественные силы. Вот, собственно говоря, депутаты не раз говорили о том, что действительно в Архангельской области не работает совет по взаимодействию с партиями. То есть такой орган коллегиальный, коллегиальный совещательный существует. Я думаю, что такого рода корм, площадка, на которой можно обмениваться мнениями, оно могло бы снять многие взаимодневные вопросы, которые не позволяют региону и выглядеть не столь хорошо, но и, собственно говоря, не допускать тех конфликтных ситуаций, которые мы сейчас обсуждаем. А что бы вы в целом нашему региону пожелали? Ну, я бы пожелал инвестиций. Поскольку, собственно говоря, я уверен в том, что сейчас, наверное, многие федеральные эксперты говорят о том, что Архангельская область пока незаметна такими серьезными инвестициями, которые позволяли бы работать как федеральным инвесторам. Но самое главное создавать условия для того, чтобы пробуждать инициативу среди владельцев малого-среднего бизнеса и тех, кто еще свой бизнес не занял. Ну, и социальную активность также побуждать. Достаточно хороший актив Архангельской области есть. Это движение в области начиналось. И, собственно говоря, у Архангельской области есть все шансы стать таким активным регионом, заявить о себе. И, собственно говоря, с таким прорывным проектом быть флагманом. Может быть, и получить другие, как надо жить, как нужно в жизни устраивать. Ну, вот так вот позитивно у нас все получается. Вадим, огромное вам спасибо, что вы к нам пришли. Интересно было вас услышать. Я благодарю вас. Спасибо. Ну, а продолжает тему эфира рубрика «Телеблог». Своими размышлениями о связи прессы и общества с нами поделится председатель Архангельского союза журналистов Владимир Лойтер. Здравствуйте. Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами мыслями, которые, как я надеюсь, заинтересуют вас. А речь пойдет о взаимоотношении прессы и общества. Мы не удовлетворены, наверное, этим всем состоянием, сегодняшним состоянием прессы, потому что, как мы видим, тиражи падают. И сегодня все, практически большинство печатных СМИ теряет свои тиражи, особенно те средства массовой информации, которые занимаются общественно-политическим, но если переводить на язык телевидения, политическим вещанием. А здесь мы говорим о обещании, где представлены очень сложные вопросы в наших экономических и политических взаимоотношениях. И все-таки это мы говорим больше о федеральных СМИ и мало обращаем внимания на СМИ региональные. Государство четко сказало, что оно не может выстраивать средства, давать финансовые потоки только для пиара власти, то и для пиара, для общества она тоже не создает того финансового ресурса. И тебе стоит вопрос, а что же общество сделало для того, чтобы развивались эти средства массовой информации? Да, у нас есть аналоги, и мы все время обращаемся к тому, что происходит у нас на Западе. Скажем, классический пример – это английский BBC, который живет только за счет средств налогоплательщиков. И в принципе они, налогоплательщики, являются и заказчиками, и потребителями тех программ. И мы говорим, что BBC на сегодняшний день – это одно из самых объективных средств массовой информации в международной среде. Но в принципе и мы можем формировать, общество может формировать такой же социальный и экономический, и социальный в первую очередь заказ к средствам массовой информации, я имею в виду больше, потому что мне ближе больше все-таки электронные средства массовой информации. Но мы же передали свои полномочия нашим депутатам, депутатам всех уровней, начиная от депутатов муниципальных образований и заканчивая депутатами Государственной Думы. Значит, они должны формировать тот бюджет, где четко должно было быть выражено и наши интересы общества. И тогда заказчиком становитесь вы. Вы граждане, так сказать, страны и граждане нашей Архангельской области. Но, к сожалению, вот этого интереса, потребительского интереса, сегодня, как мне кажется, практически не существует. Я почему поднимаю этот вопрос, потому что, наверное, назрел сегодня момент, когда мы должны создать фонды, фонд, вот свой региональный фонд развития средств массовой информации нашего региона. У нас есть достаточно людей, которые имеют моральный авторитет и к мнению которых вы прислушиваетесь, которые бы могли контролировать тот поток, финансовый поток, который может прийти из бюджета налогоплательщиков или из тех средств, под которые подписали, ну, скажем, тот же бизнес, да, который тоже заинтересован в объективности не только информации, но и какой-то своей информационной защиты. Может быть, это, конечно, покажется вам достаточно наивно, с моей стороны, человека, который действительно большую часть, ну, то есть много лет занимается средствами массовой информации, и сегодня мне выпала честь возглавлять союз, региональный союз журналистов России. Но мне все-таки кажется, что если мы не выстроим вот эти взаимоотношения между прессом и обществом в нашем еще раз регионе, то мы будем с вами находиться в информационном вакууме. Создав такой вот фонд, материальный в первую очередь, да, потому что духовно он у нас создан, мы сможем все-таки разговаривать с вами тем языком журналистики, который позволит вам получать объективную информацию, а нам иметь обратную связь с вами. На этом я прощаюсь с вами, и мне хотелось, если эта тема взволновала вас или хотя бы заинтересовала вас, иметь от вас также обратную связь. Журналистика, как принято говорить, это четвертая власть. Я процитирую известного журналиста Владимира Познера. Журналист должен говорить правду, держать в узде собственной симпатии и антипатии, и стараться быть объективным. Однако в настоящее время журналистика в России не может считаться четвертой властью. В эпицентре этих споров оказался и литературный критик, писатель из Северодвинска Андрей Рудалев. Сегодня Андрей наш гость. Андрей, во-первых, я благодарю, что вы к нам прибыли прямо из Северодвинска. Ну и вот такой вот вопрос. Каково ваше мнение, что слова, уже многим известные, приписали губернатору, и лживая информация вышла за просторы интернета? Ну, здесь ведь, в первую очередь, первая реакция – это понимание того, что это просто простая человеческая глупость, некомпетентность и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь эти корни проблемы, они в другом. Они в том, что сейчас как раз наше информационное поле, оно превращается в такое поле фейков, поле миражей, поле фантазмов. Каждый готов их высасывать что-то из пальца, а потом обсуждать неделями. Ну, например, последнее такое громкое обсуждение, которое вышло на федеральном уровне, все дружно обсуждали о том, как у бедной уборщицы «Газпрома» украли сумку с дикими миллионами. Люди обсуждали это, шли передачи, писали колонки в крупных изданиях. В итоге оказывается, что тот же самый фейк. То есть происходят такие вбросы в общество. Для чего? Здесь тоже это можно обсуждать. Может быть, для того, чтобы потом сказать, что, ребята, а посмотрите, информация сама по себе вредна. И вас всех от информации нужно ограничить, как малых детей. Это ваша версия, да? Ну, их много. Андрей, вы сами же журналист, литературный критик, но вы как-то не очень лицеприятно отзываете со своих собратьев по Перу. Ну, я понимаю, я как бы литературный критик, и я вот приверженец такого течения, как реализма, и говорить о реальности. Но, во-первых, я сказал очень простые и понятные вещи, которые не были озвучены на пресс-конференции губернатора в День печати, но как бы вот некоторым образом заступился за своего коллегу. И вот для меня было странно, что, в принципе, никто это не сказал, никто это не озвучил, поэтому пришлось мне и сказать, сказал о том, что вот этот вопрос нужно перевести в сферу таких вот простых человеческих взаимоотношений, простых человеческих качеств. Я попросил губернатора о неком великодушии, чтобы он высказался вот таким образом. Относительно у своих коллег, это же тоже определенная реальность, когда ты смотришь, как деформируется профессия, как журналистские коллективы, редакции, они превращаются такие в норы, в кружки, и когда сами журналисты впадают в некую апатию, становятся либо бизнесменами, либо мещанами, которые безразличны ко всему, которые мало что волнуют. Это тоже проблема, которую я хотел тогда поднять. И, в принципе, как оказалось, я не просто так это сказал. И вот эта ложь, которая потом пошла на губернатора, она как раз подтвердила, что профессия журналистов находится в таком печальном положении. И уважать сейчас стоит ли? Это большой вопрос для меня. Это нужно обсуждать. Но вы не жалеете о том, что у вас все это произошло? Нет, ну, конечно, все это нужно было. Нужно будить, нужно будоражить в обществе. Потому что, понимаете, получается, такое болото покрыто рязкой, а должно быть постоянное движение, должны быть волны, буря, ураганы. Вот эту жизнь нужно будировать. И журналисты как раз к этому и предназначены. А вы видите выход из ситуации какой-то? Опять же, выход из ситуации, ну, понимаете, здесь, мне кажется, нужно ведь не ждать милости от природы, не ждать милости от власти, от губернаторов. Нужно обратиться к самим себе и просто пробудить обычные человеческие качества, ну, в том числе смелости. Мне кажется, смелости сейчас не хватает в первую очередь в журналистике. Мы вот выстраиваем такие постоянные какие-то для себя ограничения, оправдания, алиби, которые на самом деле, кроме как трусостью, назвать нельзя. Хорошо, тогда не о трусости. Вот скоро у нас выборы в Госдуму. Кто, на ваш взгляд, мог бы представить нашу область в Госдуме? Ух ты, чтоб я назвал какие-то определенные фамилии. Кого-то благословил в походу на эту власть. Абсолютно, пусть это будут ваши мнения. Ну, вы знаете, опять же, если сейчас кого-то называть, это получится, что мы будем тасовать одну и ту же колоду карт, перекладывать одних персонажей, других. И здесь вопрос в задачах, в задачах этого похода. Для чего человек туда идет? Игорь Анатольевич вполне логично сказал и высказался, то есть ему нужны там свои люди, чтобы выполнять какие-то определенные функции. Для общества там нужны свои ходатайи. То есть там для рабочих должен свой заступник, для врачей свой, для учителей свой. И понимаете, вот мы должны подискутировать именно в обществе, кого мы хотим там видеть, какие задачи нужно решить региону прекрасному, чудесному, но впадшему в какое-то пессимистическое, сонливое состояние. Просто замечательно, что есть такие люди, которые будоражат. Больше их надо, больше смелости, больше драйва. Андрей, я благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Спасибо большое, интересно было услышать ваши комментарии. Спасибо. Ну а время делиться вашими новостями, уважаемые зрители, пришло прямо сейчас. Телефон прямого эфира 639 717. Дорогие друзья, звоните. Звоните прямо сейчас, рассказывайте о том, что произошло хорошего и замечательного в вашей жизни. Может быть, есть какие-то небольшие проблемы, мы постараемся их решить. Как простому человеку жить, вы поймите. И потом мы и так подумайте. Вот, молодежь, мы говорим о воспитании, о культуре, о патриотизме. Какая же культура у молодежи может быть и патриотизм? Я с многими ребятами разговаривал раньше в магазинах, так зайду и разговариваю. Вот, а я не мне откровенно, я молодой человек, вы в армию собираетесь идти служить? Да. Нет, у меня нет. Вот, Борис, если я вас правильно называю, вы, конечно, затрагиваете самые такие насущные проблемы. Я думаю, что обсуждают их все и каждый за своими какими-то домашними вечерами, возможно. Ну, а что можем еще сказать? Пожелать, чтобы мы как-то свою жизнь делали намного интереснее и лучше. Растут потребительские цены, ну, а накопления совсем тают. Во всем этом винят снижение цены на черное золото. Разобраться в этом вопросе мы пригласили директора Института нефти и газа САФУ, Илью Иванкину. Илья Игоревич, здравствуйте. Добрый вечер. А вот разъясните нам, обычным жителям нашей страны, от чего зависит цена на нефть? Так, вкратце. Цена на нефть зависит от многих факторов. И в первую очередь это спрос и предложения. Сейчас на рынке у нас спрос немного превышает предложения. Ну, кроме этого, есть факторы политические, есть факторы спекулятивные. Но в основном сейчас это именно превышение предложения над спросом. Это связано с тем, что в Западной Европе у нас экономика замедлилась. Негативные известия приходят из Китая. Все это оказывает влияние на цену на нефть. Ну, и кроме этого, крупные страны, экспортеры нефти, такие как Россия, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, которые вернулись спустя 40 лет на мировой рынок нефти, они увеличили значительно добычу. В этом году мы установили рекорд за всю постсоветскую историю, добыв 534 миллиона тонн нефти. Аналогичная добыча была в Советском Союзе в 1977 году. Точь в точь, 534 миллиона. Поэтому на данный момент все хранилища в мире заполнены практически на 80-90%. Танкеры, которые стоят на рейде или в океане, они тоже заполнены. Поэтому цена на нефть упала. Ее слишком много. Неприятно для всех нас, но почему цена нефти как-то сочетается с нашим рублем? Почему рубль страдает от этого? На самом деле цена на нефть и курс рубля, они не находятся в прямой зависимости. Это самая распространенная ошибка, которую допускают. Понятно, что если цена на нефть падает, то, соответственно, валютные поступления в нашу страну уменьшаются. И для того, чтобы нам покрывать каким-то образом издержки, связанные с той же торговлей нефти, чтобы нам сохранить золотовалютные ресурсы, мы были вынуждены понизить курс рубля по отношению к доллару. Это нормальная практика, и правительство, в данном случае Российской Федерации и Центробанк, они поступили достаточно разумно. Потому что если бы этого не было сделано, то, соответственно, золотовалютные ресурсы, они бы уже закончились. Это объективный фактор. Напрямую цена на нефть и курс рубля не связаны, но оказывают определенное влияние. Вот хорошо. А тогда как цена на нефть влияет на цену нашего бензина? Почему цена на нефть падает, бензин у нас почему-то растет? Ну, парадоксальная ситуация. Я вот сегодня читал в новостях в штате Мичиган. Стоимость литра бензина составляет в переводе на наши деньги 8 рублей. И в Соединенных Штатах произошло снижение стоимости бензина. В других штатах я не говорю, что он везде стоит 8 рублей. Это просто такая вот курьезная ситуация из-за того, что там идет ценовая война между тремя поставщиками бензина. Ну, в нашей стране все наоборот. Цена на нефть снижается, но вы учтите, что она снижается в долларовом эквиваленте, правильно? Если мы возьмем рублевый эквивалент, то цена на нефть в рублях она не уменьшается. Обратите внимание, что бочка она как стоила, чуть больше 3000 она так и стоит. Поэтому на данный момент объективных факторов по снижению, мы же заправляемся не за доллары на бензозаправках. Если бы мы заправлялись за доллары, то, соответственно, цена была бы ниже. Но он нестабильный, все равно растет немного. Ну, растет, потому что есть инфляция, есть другие факторы. Хорошо. А вот есть какие-то, может быть, прогнозы, что будет дальше с ценой на нефть? Есть прогнозы и очень много аналитиков, специализированных агентств. Интернет пестерит прогнозами. Причем диапазон этих прогнозов очень широкий. От 10 долларов за баррель до 100, там, 140. На мой взгляд, в 2016 году ждать резкого роста цен на нефть не стоит. Почему? Потому что у нас в эти выходные были сняты санкции с Ирана. И понятно, что еще не успели эти санкции отменить. Как ведущие мировые компании, такие как Total, такие как Conoco Phillips, они уже стали вести переговоры по осуществлению разработки нефтедобычи в Иране. И в ближайшее время Иран, безусловно, нарастит добычу. Сейчас обсуждается, насколько она вырастет. На 500 тысяч баррелей, на миллион в день. И запасов очень много в мире накоплено. Поэтому в 2016 году, я думаю, что вот эти запасы, они будут каким-то образом расходоваться. Нам надо их развести, есть такой термин. И мы ожидаем рост, потому что сейчас цена на нефть, она низкая. И не позволяет нам разрабатывать новые месторождения. Не только нам, ведь по прогнозам в этом году в Соединенных Штатах разорится треть небольших нефтяных компаний, которые занимаются, допустим, сланцевой нефтедобычей. В следующем году должен быть рост. Цена 100 долларов, на мой взгляд, сейчас она просто нереальна. Но она будет колебаться в диапазоне. Рынок нефти обладает большой волатильностью. Будет колебаться, на мой взгляд, опять же, хотя прогнозы дела неблагодарные. В диапазоне от 25 до 40 долларов за баррель. Любопытно услышите ваше мнение по этому вопросу. Мы с вами обязательно еще встретимся в нашей студии. Я с вами не прощаюсь. И поговорим на несколько другую тему. В России появится электронная школа. Работа над этим проектом уже началась. Всего будет записано 12 тысяч уроков с 1 по 11 классы лучших учителей страны, которые смогут послушать все желающие. Высказать точку зрения о новации федерального министра образования и науки Дмитрия Ливанова электронной школе мы попросили уважаемых людей в сфере образования. Я считаю, что электронная школа – это будет очередным благом для образования в нашей стране. Прежде всего, конечно, это и необходимо было давно сделать. Это доступное образование для тех детей, которые по каким-то причинам находятся дома и не могут посещать образовательные учреждения. Это великое благо для таких детей. Также я бы хотела сказать, что я только двумя руками за электронную школу, потому что есть возможность у каждого ученика, есть возможность у каждого родителя и у каждого учителя посмотреть, как ведут урок лучшие учителя России. Но разве это не здорово? Поэтому я думаю, что этот проект будет осуществлен, на него уже выделены определенные деньги. И сама с удовольствием буду заходить на этот сайт, на этот портал, или как это будет называться, и смотреть уроки. Ну, конечно, русского языка и литературы. Действительно, тема появления электронной школы интересная, но, как всегда, у всего нового будут и сторонники, и противники. Напомню, мы работаем в прямом эфире и комментирует идею директор Института нефтегаза Илья Иванкин. Илья Игоревич, ну вот к этой теме, если нам перейти, что вы думаете о нововведении? Ну, я всегда выступал, выступаю и буду выступать за самое широкое использование информационных технологий и интернета в процессе обучения, потому что мы живем с вами в эпоху интернета, в эпоху развития различных гаджетов. Дети у нас практически с рождения начинают им пользоваться. Тем более, что современные технологии обучения, такие как массовые онлайн-ресурсы, там различные вебинары, виртуальное онлайн-обучение, геймификации и так далее, это все современные перспективные направления, которые позволяют повысить эффективность процесса обучения. Тем более, что большинство ведущих мировых экспертов прогнозируют то, что образование в 21 веке уже не будет базироваться на запоминании. Все мы уже привыкли пользоваться поисковиками, голосовыми помощниками, и информация растет в геометрической прогрессии, поэтому мы будем ее получать с развитием искусственной интеллекта, технологии в режиме реального времени с помощью специальных гаджетов. А на качество образования это не повлияет, на ваш взгляд? Оно будет только улучшаться. Запоминать не надо будет, все упрощается. Мы ведь в процессе обучения приобретаем очень много информации, которая нам в дальнейшем совершенно не пригодится ни в жизни, ни в нашей профессиональной деятельности. И кроме этого, если использовать старые технологии обучения, обучения направлены на просто передачу информации, когда молодой человек заканчивает учебное заведение, он приходит на современное производство, а его навыки уже устарели. То есть за этими школами будущее? Конечно, безусловно. Ну вот, Илья Игоревич, я благодарю вас за ваши комментарии. Спасибо. Попытно было послушать. Спасибо. Думаю, что еще увидимся. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Продолжает наш эфирный новостной дайджест. По статистике, больше всего денег северяне тратят на покупку товаров и оплату различных услуг. Ну а кто-то часть своих доходов тратит на оплату штрафов. Судебные приставы области в минувшем году взыскали больше 45 миллионов рублей за так называемую пьяную езду. Об этом сообщает медиапортал «Правда Севера». В ноябре 2015 года по сравнению с октябрем северяне стали получать на 5% меньше и на 2% сократили свои расходы. Двина информ отмечает, что среднедушевой денежный доход в ноябре 2015 года составил чуть более 30 тысяч рублей. В 2015 году на исполнении у судебных приставов находилось больше 4 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов с нетрезвых водителей. Общая сумма задолженностей составляет 134 миллиона рублей. В прошлом году почти 1670 таких водителей были ограничены в праве выезда за пределы страны. В честь 75-й годовщины начала Второй мировой войны правительство ФРГ назначило гуманитарные выплаты тем, кто встретил победу в германском плену. Ее размер составит 2500 евро на человека. Об этом в новостном дайджесте. Сейчас в Архангельской области проживает около 24 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Но выплату смогут получить только те, кто был в составе Вооруженных сил СССР. Выплата имеет сугубо личный характер и не подлежит третьим лицам. На сайте Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области можно найти информацию о том, кому положены эти выплаты. И также там размещена анкета и памятка на русском языке. Каждый человек может посмотреть, заполнить эту анкету и самостоятельно направить ее в Германию для получения выплаты. Можно обратиться в отделение социальной защиты по месту жительства. Специалисты окажут помощь в заполнении анкеты, в сборе архивных документов и помогут направить эти документы в Германию для получения выплаты. Оформить заявку на выплату северянам необходимо до 2017 года. Все чаще участниками дорожно-транспортных происшествий по халатности взрослых становятся их дети. Продолжение следует... 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 Это тоже одно из направлений деятельности, которые связаны с церковью и с нашим историческим наследием. Если Бог даст, завтра, я надеюсь, иметь честь встретиться с господином губернатором. Владыки митрополита сегодня были на службе. Сегодня позвольте поздравить всех с праздником Крещения Господня. Спасибо. И утром на службе мы так повидались. Но, конечно, хотелось бы еще поговорить. И тоже, наверное, завтра эта встреча состоится. Ну и потом мы доложим Великой княгине Марии Владимировне. И даст Бог в ближайшее время повторится визит. Сначала мы так рассчитываем великого князя, а потом и глава династии приедет. Потому что у них остались самые светлые и приятные воспоминания о том, как соотечественники их когда-то принимали здесь в 1994 году. И мы сегодня в музее в Северодвинске очень тронуты были, когда нам показали фотографии тех времен. Великий князь еще мальчик, сейчас ему 35 лет, вот исполнится в марте. А тогда он был еще совсем юным. Но вот освежить в памяти и закрепить эти связи, давние многовековые связи дома Романовых и русского Севера, Архангельской и Архангельской области. Какие-то сложности существуют во всех ваших делах, начинаниях подобных? Ну, сложности всегда есть, это жизнь, но во всяком случае больше нет никаких идеологических сложностей. У нас добрые отношения со всеми согражданами, соотечественниками. Та идея, которую воплощает императорский дом, совершенно не партийна. Поэтому среди наших коллег и сотрудников, и помощников, и людей просто, которые по-доброму относятся к династии, есть людей правых взглядов, и левых взглядов, и центристов, и людей, которые не занимаются политикой. Мы на этом никогда не делаем акцент. Для нас самое важное — это помочь возрождению традиции благотворительности, сохранению природного наследия, культурного наследия, возрождение чего-то, может быть, что было утрачено, к сожалению, в 20 веке. Ну, короче говоря, это жизнь, и, конечно, встречаются проблемы, бывают какие-то организационные проблемы, бывают финансовые, естественно, проблемы, потому что невозможно издавать книги, ездить. Проводить какие-то мероприятия без средств. Но с Божьей помощью они решаются. В общем, самое главное, что есть стремление с любовью и доброжелательностью друг к другу служить своей стране. Я думаю, что так будет и впредь. Я думаю, мы вот на этой мысли светлой подытожим наш разговор. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Спасибо за интересную беседу. Я желаю вам удачи во всех ваших делах и успехов. Большая благодарность от Великой княгини Марии Владимировны, Великого князя Георгия Михайловича. Всем большой привет и поздравления со всеми праздниками. Спасибо большое. Спасибо. Эфир продолжает новости региона. Январь Нового года одних порадовал настоящей северной зимой, а другим принес немало серьезных проблем и испытаний. Замерзал поселок Улой. Проблемы с отоплением возникли сразу в нескольких населенных пунктах Конорского, Няндамского и Вельского районов. Как пережили холода жителей Котласа и какова сейчас ситуация в домах Котлашан, нам прокомментировал глава муниципального образования Котлас Андрей Бральнин. Прохождение отопительного сезона на территории муниципального образования Котлас находится на особом контроле со стороны администрации и всех служб города. Учитывая, что на нашей территории котельные все работают на газе природном, соответственно, перебоев с поставкой газа у нас за последние годы не наблюдалось, поэтому отопительный сезон с точки зрения поставки топлива проходит в нормальном режиме. Наши муниципальные предприятия, у нас их два, это по Котласу, по КТС, объединенных котельных и тепловых сетей, и в поселке Вычегодский, производственное управление жилищно-коммунального хозяйства, достаточно профессиональные, грамотные специалисты работают, руководители, и те системы отработали вот этот холодный период на должном уровне. То есть у нас никаких замечаний, проблем по отоплению не было. Мы продолжаем. На связи наш курпункт в Новодвинске. Я передаю слово Дарье Евграфовой. Здравствуйте, Елена. Сегодня новодвинцы обсуждают Крещенскую ночь. У кого хватило смелости залезть в ледяную купель, ведь мороз был крепким 30 градусов. Одна из самых важных тем сейчас для новодвинцев – это новая схема по выборам главы города. Теперь его будут избирать не горожане, а конкурсная комиссия и депутаты. Завтра на сессии будет принят порядок проведения отбора кандидатур на эту важную должность. Ну а среди наших зрителей большой отклик получил материал о новом сотруднике полиции. Он мохнатый, ушастый и хвостатый, как и полагается быть служебной собаке. На обучение служебной собаке уходит минимум полгода. Тренировки можно начинать с 8 месяцев до 3 лет. Прежде чем приступить к работе в полиции, этот четвероногий страж порядка, как и другие его коллеги, прошел специальную длительную подготовку и аттестацию. После проверки на профпригодность пёс был направлен для прохождения службы в наш город. По профилю работы – поиск взрывчатки и розыск людей. Здесь он стал подопечным кинолога Дмитрия Шишерина. Поставили на должность кинолога. В декабре закрепили зерной собаку. Получил я ее в ЗЦКС. Собаке 3,5 года. Обучалась она взрывчатые вещества и зерной устройства. То есть все массовые мероприятия. Будем следовать территорию и пытаться найти зерной устройства. График у нас длиной. То есть сначала приходим, занимаемся собакой, дрессируем ее, кормим, так же убираем. Потом выходим на маршрут, патрулируем вместе с собакой. А так по праздникам, да, выходим на культурные массовые мероприятия. То есть заблаговременно. И обследуем территорию. Собака состоит на гособеспечении. На территории ОМВД Приморский пес получил служебное жилье рядом с полицейским участком. Условия благоприятные. Отдельное помещение, многоразовое питание, внимание и соответствующий уход. Все это вместе с регулярными тренировками позволяет собаке быть в должной физической и психологической форме. Собака с декабря месяца здесь проживает в вольере. Вольер оборудован. Собаке здесь не холодно, тепло. Кормим собаку, ухаживаем, уделяем. По характеру служебный пес добрый, ласковый и очень жизнерадостный. В любую погоду, в любое время суток он не будет жаловаться на неудобства. И всегда готов приступить к оперативной работе и быть полезным для людей. Ольга Покитько, Анна Попова, Александр Пичугин, телекомпания НОРД ТВ. 7 октября 2015 года указом президента Российской Федерации 2016 год в Российской Федерации объявлен годом российского кино. В рамках его проведения особое внимание предлагается уделять развитию системы кинопоказа в регионах Российской Федерации, прежде всего в малых городах с населением менее 100 тысяч. Поговорить об этом и не только мы пригласили к нам в студию режиссера, художественного руководителя Архангельско-областного молодежного театра Виктора Панова. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, а есть ли смысл в присуждении каждому года статуса? Вот кино, литературы, театра? Ну, я считаю это какое-то как бы не очень понятным явлением. Я ведь давно живу уже, у нас была раньше пятилетка в 4 года, пятилетка качества, качество не менялось и так далее. Вообще, я считаю даже немножечко, можно я сказать такое слово, оскорбительным, когда вот только год кино или год, потом театра может быть и так далее. Без кино, без театра, без литературы, вот был год литературы, вообще нельзя жить. На коленях должны читать каждую классическую фразу. Бенедикт Ирофеев говорил в своей, вот надо так влюбить в литературу. Ну, вероятно, в общем-то, это идет от того, что запущено все уже до невозможности, то хотя бы вот такими акциями каким-то образом обратить на это дело внимание. А так, надо постоянно этим жить. А какие-то особые планы, надежды, может быть, есть на этот год? У кого, у меня? У вас. Надежд у меня никаких нет, кроме как на себя, значит. Мы решили организовать, поскольку был год литературы, и как писатель Поляков, он в президентском совете говорил, как раз когда подводили итог, что, в общем, это была показуха, это было все завалено, по большому счету это было, это я вот видел все по телевизору и так далее. Конечно, много показухи, но мы в театре, есть отзывы очень хорошие, мы сделали литературные опыты молодежного театра. У меня есть 8 спектаклей, которые поставлены по прозаическим произведениям. Перед каждым спектаклем выступали писатели, после спектакля мы обсуждали и так далее, и так далее. Поэтому эта штучка нам понравилась очень, мы решили все-таки отметить год кино. У меня будет называться «Кино в театре. Образы и личности эпохи». Значит, во-первых, мне хочется вот немножечко отупевшему народу, я не боюсь этого слова сказать, вот последний бесогон Никиты Михалкова спрашивает, молодежь, кто такой Жуков, не знаем, кто такой, никого не знает, а кто такой Борис Моисеев, о-о-о, знаем, кто такой Собчак, о, Дом-2. Это унизительная, конечно, ситуация в стране. Я здесь прошелся по улице, я спрашиваю, кто такая Ксения Петровна, кем? Ни один человек мне не ответил. Вот я хочу показать фильмы в нашем театре о наших людях. Это будут фильмы и Хорошавина, это будут фильмы Валентина Анатольевича Рассказова. Я знаю, что весь архив, он выкуплен Яковом Папаренко, он здесь находится. Он вот, я вчера с ним звонил, он говорит, пожалуйста, пользуйтесь чем хотите. Но я хочу еще, сейчас мы ведем переговоры с Сокуровым и Звягинцевым, показать их фильмы, это вообще для умных. Я вообще считаю, что и кино, и театр – это элитарное искусство. Когда Ленин сказал, что из тех искусств для нас важнейшим является кино, и кино в массы, вот дошли до жвачки в кино. Значит, я хочу показать кино, которое без попкорнов будут есть. Мы сейчас решаем вопрос авторские права, потому что это не дешевое дело. Мы должны получить разрешение, режиссеры разрешение вроде бы дают, но там за музыку, вот это очень большие авторские права, надо выплачивать. Но я все равно этого добьюсь. Сегодня только мы решали вопрос, ну, хватит понтиться, просто показать кино в каком-то зале – это не есть хорошо. У меня во всех четырех залах, мы решили делать это по понедельникам будет, один понедельник в месяц, вот с 10 утра и до 12 вечера, вот зашел, посмотрел, чего хочешь, во всех четырех залах. Начнем, конечно, мы с Эйнштейна, броненосец Потемкин, потому что вот как Митта на днях по каналу «Культура» сказал, вот это он определил этим фильмом мировое кино, не только российское, а мировое, вот по этим законам сейчас весь мир снимает и так далее. Мы не можем не показать что-нибудь Довженко, тем более, что один из фильмов Довженко, по-моему, «Жажда». Значит, Диденко, Макс, это теперь фигура номер один вообще в театральном, он поставил спектакль по этому произведению Довженко в «Александринке». Вот мы хотим еще, кроме кино, значит, привести какие-то спектакли. Сейчас мы решаем вопрос, кто приедет, перережет киноленточку, открытие этого самого дела. Или Сокуров, или Звягинцев, но сегодня вдруг пришла мысль в голову, все-таки мы о своем, мы еще, кстати, будем показывать фильм Виталия Галилюка «Царство и небесное», бывшего моего актера и режиссера «Затоваренная бочка тара», который снят с моими актерами только, да? Ролан Быков тогда очень высоко, кстати, оценил этот фильм. Ну и я все-таки прихожу к выводу, что, скорее всего, на открытии мы пригласим... Вот я сейчас задаю вопрос, фамилия Антон Мегердичев вам о чем-нибудь говорит? Вот этот режиссер, который поставил «Бой с тенью», который поставил «Метро». А главную роль в том и в другом играет моя дочь Лена Панова, его жена. И поэтому было бы логично, Лена из нашего театра, он как бы вот... Ну «Метро» это вообще грандиозный фильм и так далее. Вот, может быть, они говорят, что логичнее, если приедут они. Вот такое сделаем открытие. Это вместе вот с Владимиром Яковлевичем Лойтером, значит, и АТК, естественно, вот то, что мы возьмем архивы. Сначала мы хотели ограничиться только вот, значит, Звягинцевым, Сокуровым, там еще что-то. А теперь мы решили показать и рассказать, кстати, зрителям, которые будут, о наших операторах, о наших режиссерах. Здесь же замечательные фильмы о Барктике. Есть фильмы о Ксении Петровне Гемп. Вот я говорил уже, но никто не знает, кто это такая. Кстати говоря, а нам сейчас написал Коковкин пьесу о Нахимове. И есть фильм у Лойтера, где она как раз расхладывает, знаете, что Нахимов, Корнилов, молодые лейтенанты в сторожевом отряде жили несколько месяцев в Соломболе. Здесь ждали пароход военный Азов, а дальше, извините, Крым. А Крым сейчас это не просто так. Поэтому вот так вот, значит, умные, хорошие фильмы с хорошей такой затравкой в фойе постоянно будет что-то вертеться. Когда запустится этот проект? Я так думаю, что это где-то в конце февраля. Мы, кстати, с Тамарой Статиковой говорили о том, что, может быть, сделать, она говорит, открытие в кинотеатре. Нельзя делать в кинотеатре. Это сидят в пальтухах, люди придут, извините, а потом там никак. Там же у них план, они должны будут отменить. У них же с этими, с кинопродавцами подписаны контракты. Все это в нашем театре, там четыре наших этих самых зальчика, где даже вот основное на 72 места, остальные будут сидеть, к ним будет транслироваться то, что идет в главном. Там будет и Чарли Чаплин пока. В общем, ребята, мы умеем это делать. Кроме моих артистов, никто в Архангельске этого делать не умеет. Действительно радует, что наши жители не останутся. Не пройдут мимо года кино. Ну, немножко тогда о делах насущных. Вот что делать людям, как вы считаете, да, сейчас не самая лучшая ситуация, как нам все пытаются сказать, с экономикой. Грустно немножко. Что делать людям вообще? Затянуть по ту же ремни или как-то по-другому себя вести? Я боюсь сказать, чего бы делать, но для меня очень удивительным. Ну, во-первых, когда в стране это Кудрин. Я верю Кудрину, я верю Грефу. Сейчас на Грефа все набросились, что он сказал на Гайдаровском форуме, но он прав. Когда, как Кудрин сказал, 33 миллиона получает зарплату, которой едва хватает на питание, то надо не людям делать, надо правительству делать. Вот у меня мечта, что вот эта дума, которая сейчас вот на выборах процентов 90, должно быть просто других людей. Ну, правильно Греф сказал, что надо полностью менять всю систему управления, полностью. Не значит, что гнать, по-другому все это должно быть. А на мой взгляд, извините, может вас за это побьют, это правительство не в состоянии этого сделать, к сожалению. Извините, страна, которую мы победили, фашизм я имею в виду, да, средняя пенсия 80 тысяч рублей в переводе на деньги. Средняя зарплата 140 тысяч, значит, да, в Германии. Поэтому туда и рвутся все эмигранты. А кто к нам пойдет, если у нас 12 тысяч, у меня артист с высшим образованием получает 12 тысяч. Работать, работать, работать. Честно говоря, я уже давно живу, нам без конца, вот сколько я живу, говорят, потерпите, потерпите, потерпите. Но в конце концов, да, вот теория атомного взрыва, когда-то терпение может лопнуть. Вот это я точно думаю, что так может произойти в стране, к сожалению, если никакие-то изменения большие не сделают. Виктор Петрович, но мы ведь сами выбираем депутатов. Вот вы бы готовы взять на себя подобные силы? Во-первых, я уже очень давно на выборы не хожу или прихожу, делаю вид, что я зашел. Потому что как только убрали вот эту вот статью против всех, значит, я думаю, что это неправильно сделали. И потом, понимаете, какая штука? Ведь вот последние выборы, я очень уважительно отношусь к Орлову Игорю Анатольевичу, потому что это, слава богу, что он остался, это я серьезно говорю, я не лещу, я говорю так. Но извините, 19% только явилось на выборы. Не верят люди власти никакой, вот никакой. И поэтому это, конечно, все отверху зависит. Поэтому вот они так вот это дело демонстрируют. Я не знаю, если я увижу, пардон, вот те же рожи, которые там сидят, я не понимаю, что там делают спортсмены, я не понимаю, что там делает Кобзон, уважаемый человек. Что они там делают? Они что, законы умеют какие-то там изобретать или еще? Вот зачем они там сидят? Виктор Петрович, я благодарю за то, что вы пришли к нам на прямой эфир. Ну, а прямо сейчас пришло время попрощаться, дорогие наши зрители. Напомню, что каждый будний день в 19.50 на телеканале ПС стартует новый проект ПС-Информа. У нас здесь идут горячие обсуждения, дискуссии. И также до нас можно дозвонить с телефона редакции 639-717. Но завтра эфира прямого в таком виде, который есть сегодня, не будет. Но я, наверное, обрадую всех поклонников хоккея. В 19.00 на телеканале ПС в прямом эфире состоится матч между кировской командой из Кирова «Родина» и нашей командой «Водник». Ну, всем я желаю хорошего окончания этого вечера и удачи. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин